Батушки, всем привет! Всех приветствую на канальчике Токсикул, ФБР на связи, как вы видите. Я вещаю, с города Харькова коренной житель, поэтому с вас обязательно лайкосик и подписочка на канальчик в поддержку харьковчанина. Готовьте чаюку! Ля-ля-ки-баб! И мы стартуем! Ради стадигов погнали! Ребятки, всем привет! Всех приветствую на своем канале Город Харьков на связи. Сегодня я выхожу на связь с вами, рассказать, как обстановка в городе Харькове, как обстановка в области, в Волчанске, на том направлении, как обстановка обстоит. Непосредственно знаю, как там дела из наших хороших знакомых, с которыми созваниваемся и знаем обстановочку, ребят. Поэтому сейчас вам все расскажу по порядку, как дела обстоят, что нового, что интересного, что у нас рассказывают, что показывают. Я также поставляю вам видео с места событий, чтобы вы не понимали непосредственно, какая там обстановка фотографии. Давайте про город Харьков, ребят. Город Харьков. Сегодня было тихо, сегодня было тихо, ребятки, в городе Харькове. Про Волчанск тоже расскажу, но сперва, ребят, сперва хочу в этот знаменательный день поздравить всех мам. Сегодня, ребят, день мамы, если кто-то вдруг не в курсе, тоже маме сбегаю, куплю подарочек. Обязательно покажу вам, сделаю ей приятное в этот день. Я очень чрезвычайно благодарен ей за то, что она меня родила. Спасибо Господу Богу, спасибо ей, спасибо моему отцу, которого я хоть ни разу и не видел, но он все-таки принимал участие. Ему спасибо, маме отдельное спасибо. Сегодня так совпало, что тоже, ребят, ходят люди на кладбище, поминают своих родственников, да, ходят на могилки. У меня бабушка, это была тоже как мама мне, она меня воспитывала, мама была на работе постоянно, я ее практически не видел, только вечером и с утра, когда отводил на работу и забирал с работы. А в основном мной занималась бабушка и занимался дедушка. Царство небесное моей бабушке тоже, ребят, помяните своих родственников, которых уже нету с вами. Сегодня такой день, что можно это сделать. У нас на улицах вообще немноголюдно людей, ребятки, извиняюсь, простыл в хате холодно, не стал топить дровами. Прохладно у нас ночью, и я просыпаюсь, у меня вчера проснулся насморк был, сегодня проснулся кашель. Дорого топить газом, сами понимаете, дрова, у меня их не шибко много, поэтому не стал протапливать хату, ее пока протопишь. Если буржуям, так это пройдет, как говорится, не один час, это полдня надо топить. Вот, ребят, маме обязательно куплю подарок, обязательно поздравлю, вы тоже своих мам поздравьте, обязательно сегодня. Поцелуйте, обнимите, цените каждый момент, каждый момент вместе, каждую минуту. Если вы поругались, если вы поссорились, ребят, если у вас какие-то разногласия, я не знаю, могу ли я это говорить или нет, переступите через себя, ребятки, переступите через себя, через свою гордыню. Гордыня это грех, во-первых. И все-таки помиритесь, сколько той жизни, никто не знает, кому нам сколько осталось, и ссориться, по сути, из-за мелочей, мы поняли, что все это мелочи. Сейчас вот война идет, это вообще, что происходит, поэтому все ваши неурядицы, все ваши какие-то конфликты, это все ерунда. Обязательно помиритесь, обязательно найдите какой-то общий язык. Главное, сами всегда оставайтесь человеком. Вот это самое главное. Поэтому всех мам сегодня поздравляю с Днем Матери, с праздничком, добра, бабла, позитивчика, крепчайшего здоровья, мирного неба над головой. Пускай сбываются ваши мечты от самой маленькой до самой большой. Пусть ваш кошелечек всегда будет полон крупных купюр, а на депозите лежит хорошая сумма денег. Как говорится, главнее всего погода в доме, а все иное суета. Желаю вам взаимопонимания с родными и близкими, любите быть любимыми на протяжении всей жизни, а каждый день пусть будет лучше предыдущего. Мирного неба над головой, и пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. И всем, ребят, спасибо, кто помогает, тоже эти пожелания для вас. Спасибо каждому человеку, который помогает, который кидает донаты, поддерживает. Ребят, огромное вам спасибо, огромное просто. Нам вот люди помогли, спасибо огромное за донаты, за поддержки. За то, что вы с нами, ребят. Спасибо огромное, обнимаю всех и каждого до хруста. Мирного неба над головой, крепчайшего вам здоровечка. И просто хороших, позитивных, классных дней. И пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. Спасибо огромное всем и каждому, ребят, кто помогает. Теперь давайте про обстановку в Волчанске. Ребят, обстановка в Волчанске на том направлении такая, значит, что на данный момент люди выезжают. И выезжали еще и вчера. И они как вот рассказывают, объясняют, что были прилеты, но были где-то далеко. Были взрывы также, были где-то далеко. Сейчас, говорит, они очень близко. Прилетают, все горит. Дым этот валит. Ну, в общем, ребят, обстановка очень даже непростая. И люди выезжают. Обстановка непростая, потому что прилетают местные жители. Говорят, со всего чего только может быть и не может быть, ребят, прилетают. И вот знаете, что я вам должен сказать. Много людей уезжает, много пенсионеров. Смотрю, вывозят кого в основном волонтеры. Вывозят пенсионеров, которые давно не хотели выезжать. И у них там было какое-то хозяйство, как вот это у нашей бабушки, да, что я вам рассказывал. Про нее тоже в следующем видео обязательно расскажу. И детвора, да, дети там. Ну и молодежи вообще там очень мало. Потому что молодежь уже заранее повыезжала. Они понимали, они читали паблики, они понимали, что будет происходить, что может происходить. И выехали. И я вам должен сказать, что сейчас там идут сильные прилеты. И пострадали, собственно говоря, дома. Дома разрушены. Также есть люди пострадавшие. Мужчина погиб, женщина. Их уже нету с нами, ребят. Потому что там, когда прилетает, это все. Это частные дома, они разваливаются. И засыпает вот этими вот, этой глиной, досками и кирпичами людей, естественно. То есть вы понимаете, какая там обстановка. Поэтому, ребят, если к вам приходят домой волонтеры, предлагают выехать. Если вам уже говорят по телевизору, что нужно выезжать, прислушивайтесь к их мнению. Не шутите. Жизнь одна, здоровье одно. Но, ребят, это 100%. Обстановка непростая. Фотографии вам тоже так же повставляют, чтобы вы понимали. Видео с места событий. То есть люди выезжают. Люди эвакуируются. Эвакуируются куда? Везут их, ребят, естественно, в город Харьков. Другие города. Какие-то находят какое-то им жилье, общежитие, что-то такого характера. Временно. Потом, как говорится, жизнь покажет. Но я считаю, что в такие моменты главное остаться живым. Напишите свое мнение в комментариях. Все остальное тоже такое. Понятно, что... Почему эти бабушки, дедушки не выезжали и многие не выезжают, до сих пор остались там? Потому что жизнь свою менять в таком возрасте им уже очень тяжело. И они надеются, как говорится, что все будет хорошо, что их пронесет, что пройдет мимо их. И если им суждено, они выживут. Вот такая, ребят, обстановка. Сейчас покажу вам нашего Зевсунечку, как наш Зевсик. И поздравлю обязательно маму, покажу подарочек вам, который я ей подготовил. Пусть небольшой, пусть, как говорится, скромный. Ну, вы сами видите, как я живу тут, как бы. Но самое главное, что от души, от сердца и с любовью. Девцунька, доброе утро, мой сладенький. Мой хороший, мой маленький. Как ты ночь пережил, мой хороший? Как ты, мой родной? Как ты, мой зайка? Сейчас побегу. Зевсунья, да, сейчас побегу. Маму с днем мамой поздравлять. Тебе тушеночки куплю. Смотрите, ребят, какую я красоту подготовил маме. Тюльпанчики, три штучки. И птичье молочко, ребят. Конфетки. Из ее молодости. Она такие любит. Пойду вручать, пойду поздравлять. Всем спасибо, кто помогает. От души и от чистого сердца дякую. Так, ребятки мои хорошие. Вот я уже и дома. Поздравил я маму. Мама рада, счастлива. Передавала всем вам огромное спасибо за помощь, за поддержку. Также сбегал, купил ей продуктов еще дополнительно. Зевсунь и тушеночки, ребят. Все вам обязательно покажу, расскажу, ребят. Всем огромное спасибо. От чистого сердца. За то, что вы помогаете. Я вам всем превелико благодарен. Сделали пенсионерку. Мать, инвалид детства. Сделали счастливее. Просто она, знаете, у нее сегодня день. Такое впечатление, что даже круче, чем Новый год. Спасибо огромное вам от души. Зевсуня тоже довольный, счастливый. Сейчас буду тушеночкой его кормить. Ну, а видео вышло очень длинное. Поэтому, ребятки, давайте. До новых встреч. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на инстаграм, тикток, телеграмм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду таксикул21, вашу тачку. ОСАГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч.